Мобильный музей скульптуры. Проект, который создали в Музее изобразительных искусств имени Эрзи. При поддержке Министерства культуры и национальной политики Мордовии его разрабатывали на протяжении нескольких лет. О результатах проекта директор музея Людмила Нарбекова рассказала в Москве. Там она выступила с докладом на парламентских слушаниях. В Комитете Государственной Думы по культуре под председательством Станислава Говорухина обсудили проблемы доступности учреждений культуры для населения. Лариса Саулина продолжит тему. Новаторский опыт Мордовии с Мобильным музеем скульптуры был с большим одобрением воспринят парламентариями. Этот проект разрабатывался больше шести лет и теперь успешно действует. В экспозиции представлено 30 копий высокого качества самых известных скульптур Степана Эрзи. Выставка объехала почти все районы Мордовии. Экспонаты смогли увидеть даже в самых дальних селах. В какое-то село приезжает, это такой культурный десант. То, конечно, они приходят, внимательно слушают, что это какое-то новое, интересное. Является такое патриотическое воспитание, духовно-нравственное воспитание, особенно молодежи. То есть всегда говорят, молодежи некуда пойти, ничего на селе нет. Вот, пожалуйста. Опыт Республиканского музея получил высокую оценку председателю Госдумы Станислава Говорухина, потому что мало кто из российских музеев может похвалиться подобным проектом. Теперь музеи и мобили появятся и в других регионах, чтобы искусство действительно стало ближе и доступнее. На уровне Министерства культуры России дано поручение Министерству финансов Российской Федерации, что такие формы выездной работы будут применяться на территории всей Российской Федерации. Скульптуры обрели постоянное место жительства в выставочном зале Силобаева и при необходимости готовы снова отправиться в путешествие по Мордовии, России, а возможно и по Аргентине. Лариса Саулина, Владимир Ильин. Наши новости.